Казалось бы, да, Ельцин, 97-й год, Ельцин. В принципе, ничего не угрожает Украине. Да, фраза Ельцина, помните, каждое утро просыпаюсь, думаешь, что ты сделал для Украины. Цинично, но реально это была реальность. И тем не менее, да, вот так мыслил Вячеслав Максимович тогда, в 97-м году. Почему? Да потому что он очень хорошо понимал сущность вот этого российского империализма. Это не имело значения, Ельцин не Ельцин, но видел. Ельцин пусть и гнилой, но все-таки напрямую на тот же самый имперские устройства. Знаете, если бы в 91-м победил не Кравчук, а Черновилл, я думаю, совсем по-другому многие вещи бы с Ельцином были. Это то же самое, что Порошенко ведет переговоры с Путиным и Зеленский ведет переговоры с Путиным. Порошенко ведет переговоры с Путиным и Путин отступает и не идет на эскалацию конфликта. Зеленский ведет переговоры с Путиным, виляет, крутит хвостом, прячет глаза, что-то врет, что-то обещает, потом думает, что пропетляет. И Путин после этого прет буром. И знаете, даже можно Путина где-то понять. Зеленский ему пообещал, а я Путина знал лично. Путин занимает поздаром. Если ему то есть что-то пообещал, он уже никогда не отступится. А Зеленский этого понять не может. И вот то же самое. Черновилл против Ельцина и Кравчук против Ельцина. Ну знаете, представьте себе Черновилла, который бы подписывал нулевой вариант. Представьте себе Черновилла, который бы подписывал выведение полное ядерного оружия. Да, мы бы сдали стратегическое ядерное оружие. Мы бы этого не удержали. Это Америка давила со всех сил. Но мы первое, мы бы сдали его не России. Пункт первый. И второе. От нас ведь никто не требовал сдачи тактического ядерного оружия. Вот никто не требовал. Это Кравчук сделал подарочек. Он хотел прогнуться. Вот Черновилла никогда бы такого не сделала. Дальше. Переговоры по Черноморскому флоту. Другие. Вот я вспоминаю все то, что натворил Кравчук. И просто думаю, а был бы мой отец в этих переговорах. Просто все бы пошел совсем по-другому. Но я просто знаю его позицию. Вот вы процитировали один момент. Тогда, когда в Украине все там считали, вот с Россией у нас все прекрасно. У нас даже армия, все боеспособные части, знаете, где стояли? Вот вплоть до начала 2014 года. Стояли в западных областях Украины. Вокруг Львова, Львовской области. Все 100% украинских букв были исключительно в трех приграничных западноукраинских областях. То есть до 2014 года ожидали нападения с НАТО, а не с Россией. То есть это было полный табу. Даже когда Тузова была, тузлинская авантюра Путина, все равно никто не прибросил ничего туда. Считали, как бы все сойдет там, как бы друзья. Вот вы процитировали Черновилла. 97-й год. Кажется, все как бы спокойно. Но Кравчук уже успел спровоцировать даже Ельцина на имперские амбитии против Украины. То, что Россия творила в Крыму. То, как она поступила с Черноморским флотом тогда, еще тогда при Кравчуке. То, что потом совершилось, поскольку в России весь этот имперский угар рассчитывал на то, что приход Кучмы только ускорит эти процессы. И в самом деле в первые каденции Кучмы ускорил. Это уже потом Кучма уже начал как бы поосторожнее с Россией. Он уже что-то понял в вторую каденцию. Ну, а тогда уже олигархия у нас развивалась. Он уже на нее работал. А ведь первую, вот эти все периоды, это ведь все было именно как умышленно для того, чтобы спровоцировать даже мягкого Ельцина. Даже не совсем реалистического Ельцина на то, что Украину можно додавить. Потому что когда вы даете ему сигнал, вы такие слабенькие, мы как бы готовы к всему, барышни олегли и просят, то, ну, знаете, редко какая страна откажется этим воспользоваться. Ну, а Россия точно не такая страна. И вот это сравнение, мне кажется, оно очень показательное. Черновил и Кравчук, ну, да, Вечесов Черновил и Леонид Кравчук, и Петр Порошенко и Владимир Зеленский в противостоянии с российскими политиками. Ведь очень-очень похожие сравнения. А 97-й год, до этого времени ведь было очень много других вещей по России. И не только по России, а по Крыму. Отец еще в самом начале 90-х очень жестко выступал против целого ряда решений по Крыму. Крым ведь мы получили как обыкновенную область у РСР. Это не была автономия. Он очень жестко боролся против этого введения именно территориальной автономии. В унитарном государстве не может быть территориальных автономий. Могут быть национально-культурные автономии. Да, это может быть с определенными дополнительными нормами самоуправления, скажем, крымско-катарскими джилисами, может иметь дополнительные функции. Но не может быть территориальной автономии в унитарном государстве. И отец очень сильно против этого боролся. Но не просто боролся. Не просто доказывал, что это плохо, что это там бандитизм развивается в Крыму, что это разрушает Украину. Он ведь рассказывал. И это четко известно, что именно с Крыма начнется война России против Украины. Именно автономный статус Крыма, где пророссийские силы сделают спад с даром, будет использован для того, чтобы Россия ощутила возможность и нашла точку опоры, от которой она оттолкнется для того, чтобы совершить агрессию против Украины. Ну что, не то же самое произошло в 2014 году? Именно это и произошло. То есть, в принципе, ведь для нормального, адекватного политика, для политика, который думает, эти вещи все были понятны. Так само, как и сейчас. Мы вот смотрим, ну, лезет Зеленский какую-то авантюру, и она взрывается для Украины очередными потерями. А что, не было понятно? Ну, почему-то для Порошенко было понятно. Почему-то для сотен других людей это было понятно. А вот для группы вот этих человечков это абсолютно оказалось непонятно. Вот и то же самое было во время Черновилла. 90-е годы ведь создавались так, предпосылки создавались, которые и стали основой для войны России против Украины. Отказ, прямой отказ от будущего членства в НАТО, что не тогда, в 90-х годах, против воли Черновилла, он очень добивался этого, а вся власть, вся прокоммунистическая, эта элита говорила, нет, 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 этого не нужно, у нас многовекторность. Вот эта многовекторность, вот сейчас мы сидим на этой многовекторности и пожинаем ее плоды. Постоянные гибели, постоянные обстрелы, часть территории оккупированы. И вот это и есть многовекторность. Когда вы не имеете основного направления, вас будут бить со всех сторон. Об этом видео он говорил, это все было понятно, но все шло в противоположную сторону. Ну, что ж поделаешь. То есть, населению захотелось чего-то, захотелось новых лиц, крепкого хозяйственника. Вот сейчас тоже, как тогда, оболгали Черноволу, а тогда ложь шла просто со всех возможных каналов. Канала было намного меньше, но ложь, наверное, по ним шла, по сути, стопроцентная. Вот и сейчас та же самая абсолютная история, то, что сделали с Порошенком. Знаете, аналогий очень много. Я не хочу их сравнивать, они очень разные. У них абсолютно разная предыстория. Они абсолютно по-разному приходили к пониманию украинской проблемы и украинской перспективы. Абсолютно по-разному. Для Черновила это было через еще период диссидентства, дополитически. Для Порошенко это уже был период, когда он же был во власти, он уже на ходу учился. Но в окончательном итоге, ведь главное не то, какими они именно были, а то, какие силы, какой способ и для чего против них боролись. Вот здесь сравнений очень много. Еще раз говорю, я их не сравниваю как личности, очень разные, но я их сравниваю, потому что они пробовали, старались сделать, и как на это отреагировали самые грязные силы нашего общества. И не только нашего, в том числе и российского. Вот имеем вот такие сравнения, увы. Продолжение следует...